Сегодня население города Берска, я считаю, ну, наверное, уже наигралось в политику. Сегодня люди хотят нормальных дорог, нормального тепловода снабжения, да? Вся политика сегодня должна строиться в Берске на экономике. Не надо сегодня уже там митинговать, с флагами ходить, призывы какие-то осуществлять, призывать там долой того или долой другого. Надо просто всем объединяться сегодня, всем объединяться. И руководству города собирать общественность, собирать лидеров и координаторов всех партий и думать, что делать дальше. Составлять перспективный план развития города, ехать защищаться в министерствах администрации Новосибирской области, ехать защищаться у губернатора. Сегодня надо готовиться уже к 300-летию города, а не заниматься политическими интригами, обсуждать, кто там коммунист, кто там единоросс, ЛДПР, справедливая Россия и так далее. Сегодня все должны, если кроме любви к своим там партиям, если осталось у людей еще любовь к своему городу и желание, чтобы город, который является вторым по численности населения в Новосибирской области, и достаточно известный, ведь он когда-то был и зеленым, и красивым, и я по себе знаю, всегда с удовольствием, проезжая мимо города Берска, никогда не проезжал мимо улицы Ленина, мимо Берского рынка, еще даже с детства помню, всегда был зеленый, красивый, аккуратный городок. Я думаю, что не все у города потеряно, и совместными усилиями с грамотным подходом к управлению городским хозяйством город Берск может достаточно серьезное место занять и в Новосибирской области, ну и звенеть в Российской Федерации, потому что в городе Берске живут прекрасные люди, а это самое главное богатство, я считаю, города, которые знают, если объединяться, я вот со многими пообщался, да, столько интересных предложений, очень много грамотных, умных людей, которые своими предложениями, ну, будем говорить, если власть будет прислушиваться к некоторым идеям, просто все в кучу собрать и реализовывать. Берск сегодня находится в уникальнейшем, ну, говорить, по природному расположению месте, и в Берске сегодня бывают такие гости, достаточно высокого полета, вот, открывалась Вега, были олимпийские чемпионы, да, в Берске проходят различные и соревнования, и, будем говорить, приезжают музыкальные коллективы, бабки на последние, ну, это, наверное, знаково, в определенной степени, и руководство должно этим пользоваться, что в Берск сегодня интересен, на всероссийском уровне он интересен, ну, для этого надо подумать.